В эфире новости день за днём. В студии работает Олег Соловьёв. Здравствуйте. О событиях нашего города и не только расскажем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Юбилей оказывается 20 лет, но это конечно пропустить нельзя. Вот приехал в родной город, в родную школу. Снова вместе выпускники прошлых лет встретили с учителями. Сводка криминальных происшествий за неделю. Мне мама говорит, что я буду инженером, потому что у меня очень большие знания в этом всём. Высокотехнологичный досуг. В Ясногорске работает школа робототехники. В Смоленске появился первый кандидат на должность мэра города Вячеслав Малахов, бывший руководитель департамента по лесному хозяйству. Конкурс по отбору кандидатов в мэры Смоленска проходит в два этапа. Комиссия принимает документы от претендентов до 11 февраля. С 19 по 25 февраля будут проходить индивидуальные собеседования. Напомним, экс-мэр Смоленска Владимир Саваренко лишён полномочий 21 декабря 2018 года по инициативе губернатора Смоленской области Алексея Островского. Школьные годы чудесные. С дружбой, с книгой, с песнью. Как они быстро летят, их не ворочишь назад. Эти строки, написанные в 1953 году Евгением Долматовским и дополненные музыкой Дмитрия Коболевского, известны всем и каждому. Выпускники прошлых лет их смысл с каждым годом понимают всё отчётливее. И ежегодно пытаются вернуться в те самые золотые времена детства. Каждый взрослый хоть раз в жизни, но мечтал снова окунуться в пору беззаботной юности, когда самая большая проблема – это двойка в дневнике и мамина реакция на ту самую двойку. Сколько бы ни минуло лет, мы порой скучаем по школьным друзьям, проказам и учителям. Поэтому каждый раз в первую субботу февраля по возможности спешим в школу. Что-то неведомое влечёт нас и заставляет приходить туда снова и снова. Увидеть всех, с кем учились, вспомнить, как это было весело и задорно. Я была комсоргом класса, первая комсомолка в классе, такой ярый, тянула всех ребят. Только, ну вот, ничего плохого не могу сказать. У нас самая лучшая была школа в городе, самая лучшая, самая первая. Всеобщий клич, всеобщий клич, все кричат, надо идти, надо, надо. Но для учителей каждый их воспитанник – это целая история и масса воспоминаний. Людмила Николаевна Каминская работает со дня основания школы в 1974 году. У неё пять выпусков среднего общего образования и ещё больше основного общего. Она всегда рада встрече со своими учениками. Для меня они остаются детьми. Конечно, внешне немножечко изменились, но для меня детьми и мальчишки, и девчонки. Разные выпуски и разный возраст, но все неизменно нарядные и улыбчивые. Радость от встречи с одноклассниками невозможно заменить редкой перепиской в соцсетях. Актовый зал первой школы заполнен до отказа, а ведь это только те немногие, кто смог прийти. По традиции особенно чествуют юбиляров – тех, кто окончил школу 5, 10, 15 лет назад и больше. Ведь для них это особенная дата. Когда-то именно с этой фразой для них оканчивались летние каникулы и начинались школьные будни. Теперь они выросли, нет больше уроков, перемен и домашних заданий. Лишь изредка они приходят в школу, чтобы встретиться со своими одноклассниками. И вот они здесь спустя 35 лет. Привет! Привет! Именно так начинался каждый день на протяжении 10 лет. Детвора в разнобой приветствовала друг друга и не могла наболтаться. Замечания учителей не мешали им делиться каждодневными впечатлениями. Сейчас, спустя более трех десятков лет, ничего не изменилось. Они также не могут наговориться. И неудивительно, ведь теперь они не видятся каждый день. И пусть сюда пришли лишь единицы, им все равно есть о чем поговорить. Разговоры и объятия продолжились уже в кафе. Тут собрались две школы – первая и вторая выпуска 1984 года. Глядя на них, невозможно поверить, что с окончания ими школы прошло уже 35 лет. Все они такие же активные и фору могут дать любому. Складывается впечатление, что это не встреча бывших одноклассников, а школьный выпускной бал. Такие все молодые и зажигательные. Чтобы увидеться с друзьями детства, они съехались с разных уголков страны и даже из-за рубежа. Я приехала с Украины. Я многих, конечно, вроде как бы не узнала, но сейчас понимаю, что тех, тех, тех. По новой знакомости очень рада всех видеть, очень безумно. Надеюсь, все также рады видеть меня. Никто почти не меняется. Все стараемся быть в тонусе. И хорошо, что мы друг друга поддерживаем не только здесь, а и по жизни. Тоже тепло. Та же встреча, те же лица, те же глаза. Ничего не изменилось, только стали все теплее. Танцы, улыбки, поздравления и разговоры. Вечер, когда воспоминания накатывают с неудержимой силой. А любопытство не порог. О жизни, о детях, о работе. В общем, обо всем на свете. Они готовы говорить часами. Но время неумолимо. И как золушки в сказке, им пора домой. Во взрослую жизнь и повседневные заботы. Но в следующем году будет новая дата и новая встреча. Выпуск в 2004. Страшное ДТП произошло 3 февраля в Калужской области. Автобус, который следовал по маршруту Ярцево-Калуга, вылетел с дороги и перевернулся. Авария произошла в Бобынинском районе. В автобусе находилось 45 человек, в том числе 31 ребенок. Жертвами ДТП стали 7 человек. Из них четверо детей. Школьники, участники танцевального клуба города Ярцево ехали на конкурс в сопровождении родителей. По предварительной версии, водитель автобуса не смог справиться с управлением на скользкой дороге. Многотонная машина съехала в кювет и перевернулась. Известно, что автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю, а водитель прошел необходимый осмотр перед рейсом. Водитель автобуса задержан. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В период с 4 по 10 февраля на территории Смоленской области пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход». Согласно данным ГИБДД в Смоленской области, одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий продолжает оставаться наезд на пешехода. В связи с этим профилактическая работа с участниками дорожного движения будет продолжена. На время проведения мероприятия количество нарядов ДПС по области будет увеличено. Особое внимание будет уделено пешеходным переходам, в том числе рядом с детскими садами и школами. Также в образовательных учреждениях проведут профилактические беседы о безопасности дорожного движения. А о криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 102 сообщения о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 153 административных правонарушения, в том числе 132 нарушения правил дорожного движения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К ответственности привлечен один человек за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 5 человек. С 4 по 8 февраля в Смоленске будет производиться профилактическая очистка труб водоснабжения. Соответствующая информация размещена на сайте администрации города. Без горячей воды останутся жители 20 улиц, в том числе 3 детских сада и 3 школы. Предстоящая химпромывка оборудования должна производиться 2-3 раза в год в зависимости от жесткости воды. Это позволяет очистить оборудование от накипи, которое образуется в процессе нагрева воды. Данные работы выполняются в целях соблюдения надлежащего качества предоставления горячей воды населению. Проект реконструкции проспекта Гагарина в Смоленске был встречен жителями неоднозначно. Большинство смолян высказались против плана предстоящих работ. С ними согласны и специалисты по урбанистике. Проект реконструкции предполагает вырубку деревьев и расширение проезжей части. Это изменит вид проспекта и не решит проблему пробок. А жизнь пешеходов будет находиться в постоянной опасности. Мнение горожан услышано. Губернатор области Алексей Островский распорядился внести изменения в проект. Глава региона считает, что проспект Гагарина должен быть удобным и безопасным для всех участников движения, а также для местных жителей. Технический прогресс постепенно проникает и в образовательную сферу. Кружок робототехники предлагает всем желающим почувствовать себя изобретателями. Каково это быть юным инженером? Узнаете в сюжете. 21 век диктует свои правила. Современные гаджеты, видеоигры и соцсети оставляют мало шансов традиционным увлечениям. Но эти ребята пошли еще дальше. Простое, на первый взгляд, занятие под силу далеко не каждому взрослому. Механическая модель робота состоит из сотни деталей и проводов. Электрический привод, датчики движения и различные сенсоры необходимо собрать в единую конструкцию. Это требует знаний в области физики, информатики и электроники. Занятие сложное и кропотливое, но развивает массу полезных знаний и навыков. У маленьких деток в большей степени, конечно, моторика рук. У деток, которые уже такого большого возраста, у них развивается, конечно же, интеллект. Мы учимся с ними программировать, мы учимся с ними инжинировать, то есть приобретаем навыки конструирования. Есть и те, кто не просто коротают время за интересным занятием. Виталий Бушуев – один из учеников школы робототехники. Ему 12 лет, и он уже точно знает, кем хочет стать. Мне мама говорит, что я буду инженером, потому что у меня очень большие знания в этом всем. Я очень хорошо разбираюсь в электричестве всяким. Микроконтроллер у меня уже дома, есть набор специальный, на котором можно делать даже сигнализацию для дома. Учитывая стабильный спрос на инженеров по всему миру, можно не сомневаться, что эти уроки не пропадут зря. И, возможно, кто-то из этих ребят сможет в будущем потеснить всемирно известного изобретателя Илона Маска. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Марина Акубижина, Десна ТВ. Проект «Лесомания» предлагает школьникам пройти просветительский эко-квест. Общероссийский проект формирует у детей ответственное и бережное отношение к лесу. Также все желающие могут получить знания о правильном выборе и использовании древесины. Для участия учителю нужно зарегистрировать свой класс на сайте лесомания.р. После регистрации ученики получат доступ к заданиям. В ходе квеста школьники выполняют 7 практических заданий, пишут эссе, готовят плакат социальной рекламы, участвуют в сборе макулатуры и другие. Прохождение квеста дает возможность потренировать навыки публичных выступлений, проектной и исследовательской работы. Теперь о погоде. 5 февраля в Десногорске будет пасмурно. Днем минус 3, ночью минус 5. На сегодня это все новости. Все самое интересное смотрите на нашем телеканале и на сайте desnadefistv.ru В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго!